В столице республики увековечили память солдата, участника Великой Отечественной войны, почётного гражданина города Черкесска Галима Умаровича Кантемирова. В доме, где жил фронтовик, установили памятную доску. На торжественном мероприятии побывала Фатима Даурова. Пушкинская, 49. Дом, в котором жил Галим Кантемиров, теперь станет особенным из-за знака отличия. Доска с именем героя фронтовика будет украшать фасад здания. Она послужит напоминанием о человеке, жизненный путь которого был посвящен служению Отечеству. Им все гордятся. И Советский Союз гордится, и в Европе его знают, и на мотодроме, когда он там с нами раньше работал. Все его знают. Мы как-то шутили, мы говорим, Галим Марыч, ну у вас вот фамилия, как название лучшей дивизии мира, Кантемировской. А он говорит, я хуже не буду, потому что я нашел такую фамилию. Это правильно. Он не подвел ни разу ни себя, ни свою фамилию, ни ту дивизию, которую тоже носит фамилия Кантемирова. Ну это так, шутка была, так она и есть. За многочисленные подвиги в боях ему трижды присуждали Орден Красной Звезды. Первую награду в 40-м году Галиму Кантемирову вручал маршал Семен Буденный. В начале войны таких награду достаивались единицы. В битве под Москвой политрук Кантемиров проявил храбрость, лично подбив три танка противника. За отвагу Галим Умарович был награжден вторым Орденом Красной Звезды. В августе 43-го фронтовик участвовал в одной из самых ожесточенных битв на Курской дуге. В этом сражении приняли участие 68 солдат из Хабетского района. Из них в живых остались только 29 человек, в том числе и Галим Умарович. Третий Орден заблистал на груди солдата, проявившего отвагу в контрнаступлении. Три Ордена Красной Звезды. В первые месяцы войны Галим Умаровича награждал не кто-нибудь, а прославленный полководец, маршал Советского Союза, трижды герой Советского Союза, кавалер полного банта георгиевских орденов Семен Михайлович Будённый. Это не случайно, вот просто попалось так. Нет. Будённый лично знал этого политрука. Орден Отечественной Звезды первой и второй степеней, медали за отвагу, за оборону Москвы, за победу над Германией, за битву на Курской дуге, за освобождение Праги. Многочисленные знаки отличия и благодарственные письма Верховного главнокомандующего. Внушительный список наград, характеризующий стальной характер мужчины-горца и отважное сердце солдата и командира. Галим Умарович из числа тех, на кого может равняться молодёжь, которая сегодня из уст старшего поколения узнаёт о подвигах солдата. Фатима Дорова, Мусадишаков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкисия.